Беспорядки начались после митинга. Колона под национальными флагами отправилась в сторону Северного автовокзала. Сторонников Единства Украины догоняли активисты Донецкой Народной Республики. В руках у них были щиты, арматура и палки. Прывались петарды. Драка возникла на пересечении улиц Панфилова и Артема. На кадрах видно, как одного из участников убивают на тротуаре. Демонстрантов охраняли более 200 милиционеров. Но предотвратить столкновение они не смогли. Вы все еще раз доказали, что нас не сломать. И мы не отступим. Не отступаем и у нас пройдет референдум. Сегодня мы показали наше единство и отомстили этим ультрас за вчерашний Харьков. А сейчас давайте проскандируем Харьков мы с тобой. Харьков мы с тобой. Андрея Бузина госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Он находится в нейрохирургии. Мужчина почти не помнит событий вчерашнего вечера. У него болит голова и не открывается левый глаз. Состояние средней степени тяжести. Я даже не запомнил, как меня ударили. Видно это потому, что она по голове. Ну, они напали. Ну, сначала мы шли, да, сначала провели митинг, пошли, повели шествия. Потом, конечно, в орудии на какой улице они на нас напали. Шамилиса вдруг поезжала вся вперед. С правой стороны Артема начали кидать камни, начали кидать какие-то взрыв-пакеты. Состояние больного в жизни ничего не угрожает, но на самом деле травма достаточно серьезная. Больной перенес ушиб головного мозга, перелом лобной кости с переходом на основание черепа. И пневмоцефалия, то есть наличие воздуха в полости черепа. Все делается для того, чтобы больной этот выжил. Он без неврологического дефицита. И, ну, как я уже сказал, на настоящее время жизни его ничего не угрожает. Еще одного больного отвезли в челюстно-лицевое отделение 1-й городской больницы. Его жизни ничего не угрожает. По тасовке пострадал и сотрудник милиции. Его контузила светошумовая граната. Всего за помощью к медикам обратились 14 человек, говорят в департаменте здравоохранения. По бригадам экстренной медицинской помощи было доставлено 6 пострадавших. Двое из них госпитализировано. И также было 7 обращений, скажем так, амбулаторных самообращений. Основные диагнозы это ушибы. Это ушибы головы, ушибы мягких тканей. Никто не госпитализирован, то есть всем оказана амбулаторная помощь. Самый молодой пострадавший 18 лет, самый возрастной 62 года. Пророссийские активисты взяли в заложники пятерых участников украинского митинга. Об этом рассказали в милиции. Отпустили около трех часов ночи после переговоров с правоохранителями. По факту массовых беспорядков проводится проверка. Вот эти 8 задержанных, они сейчас где? Проводится разбирательство сегодня. Но они где физические, где не находятся? Чтобы вы не спутали вот эти 5 и 8. Есть юридическое задержание и физическое. Если вы ведете речь о юридическом задержании, то они не задержаны в порядке уголовно-процессуального кодекса. Поскольку я вам сказал, что сейчас проводится разбирательство к уголовной, либо административной ответственности, будут они привлечены. Они установлены. Лично установлены, они допрошены и находятся по месту жительства. Вот те вещественные доказательства, с которыми приходят на мирные демонстрации так называемые мирные демонстранты. Вот я вам так говорю. Это на что рассчитано? Что нужно сделать человеку, чтобы вот так вот воевать? Это металлический, для утяжеления еще в средине металлический пруд, квадратная труба и на конце нож. Действия донецких милиционеров во время беспорядков проверит прокуратура. Открыто уголовное производство по факту служебной халатности. Дело находится на контроле прокурора области. Александр Блиников, Роман Громняк, Андрей Горячев. Панорама.